Всем привет! Это Мотопанорама. Я приехал в город Батли и сегодня мы посмотрим мотоцикл Kawasaki Z900. Кавасаки Z900 2019 года, может быть 2018 но это абсолютно новый мотоцикл на нем что-то около 5 миль накатана. Да я еще мили три проехал. Давайте посмотрим. Двигатель четырехцилиндрового и жидкостного охлаждения 948 кубических сантиметров мощность 92 киловатт 125 лошадиных сил при 9500 оборотов в минуту. Крутящий момент 98,6 ньютон метров достигается при 7700 оборотов в минуту. 6 скоростей и и без никаких больше никаких больше электронных примочек нет нет никаких режимов Самый простой мотоцикл с прекрасным двигателем Kawasaki, потому что все двигатели Kawasaki прекрасные. Вес с жидкостями 210 килограмм не тяжелый мотоцикл. Высота сидения 795 миллиметров, мой рост 171 и я достаю свободно. Ноги даже немножко согнуты. Колесная база 1450 миллиметров. Передняя вилка диаметр 43 миллиметра. Перевернутая. И задний моношок. По-моему моношок. Да. Так вот он регулируемый. То есть и вилка и моношок регулируемые. Маятник двусторонний. Вот такой. Ничего не нравится. Простой. Ничего конечно особенного. Неплохо выглядит. Передние тормоза диски Nisin 300 миллиметров. Вот такие. И задний. Один диск. 250 миллиметров. Резина 120 на 70. Переднее колесо 120 на 70. Р17. И заднее 180 на 55. Р17. Давайте включим зажигание. Вот такая приборная панель. Самая простая. Но в принципе все что надо есть. Показывает обороты. Передачу. Скорость. Ну и тут какие-то базовые данные. Задний свет LED. Вот такой крест. Красивый. Мне нравится он. Посмотрите какой. Передняя фара по-моему не LED. По-моему обыкновенная. Но честно говоря я не спросил. Поэтому посмотрите сами в интернете. Вот так выглядит. Бак 17 литров. И расход 5,5 литров на 100 километров. Я думаю В принципе он выглядит неплохо. Но Тел Тадди бы ему тоже подошел бы. Да? Если бы эту штуку убрать. И переставить номер. Мне нравится как он выглядит. Но это вопрос конечно вкуса. Давайте попробуем завести. Вот такой звук. Труба родная. Здесь конечно нужно переставлять. Трубу переставлять. Ставить какую-то автомакет. Сиденье. Сиденье жестковато. Я бы хотел конечно для себе бы. Я бы искал бы что-нибудь помягче. Можно жить. Но жестковато. Ну и такое оно базовое. Basic такое. Все. Как бы наклеечка такая. Неплохая наклейка. форма бака. Да, мне нравится. Мне вообще нравится дизайн. Нравится. Зеркала тоже самые обыкновенные. Ничего такого особенного. Мне не очень понравилась их регулировка. Очень такие простецкие. я бы предпочел конечно что-нибудь покруче. Но возможно есть тоже автомакет зеркала, которые можно поменять. фара светит насколько понимаю одна при ближнем свете и две будут при дальнем. Это мне тоже не очень нравится. Ну вот такой осмотр первый. Давайте посмотрим как он едет. еще бы знать куда ехать. Это у нас батли и эти места совсем не знаю. Ну ладно. Разберемся как-нибудь. Quickshifter конечно нет. Вот какой двигатель. О! Kawasaki. интересный. что посадка посадка прямая сиденье жесткое и подвеска немножко жестковата ну в принципе для города ничего достаточно высоко не совсем уж прям высоко конечно но но не низко сидишь зеркала немножко вибрируют что они у меня сбились что ли четвертая скорость 35 миль тянет вообще без вопросов вот если снизить до до 25 и все равно нормально то есть можно переключиться если на третью на третьей скорости по городу ездить чистое здоровье да двигатель такой тяговитый звук у него четырехцилиндрового четырехцилиндровый звук у него как у всякого четырехцилиндрового такой интересный почему-то хочется мне переключиться выше на передачу все время как бы немножко напрягает это переключение переключение очень легкое идеальное переключение на малых скоростях очень хорошо прекрасно в поворот ходит отлично но на нем совсем новые шины абсолютно новые то есть особо-то гонять не надо на нем сейчас мотоцикл абсолютно новые и шины соответственно абсолютно новые поэтому я закладывать не могу на поворотах надо аккуратней жестковата подвеска жестковата прямо на малейших неровностях бьет на пятой скорости ускоряется очень хорошо на любой скорости ускоряется хорошо двигатель прекрасный давайте развернемся здесь посмотрим сцепление рычаг сцепления ход очень легкий кстати регулируемый вот можно регулировать я не регулировал не было времени рычаг тормоза тоже регулируемый вот такое впечатление что это не тяжелый мотоцикл но он конечно и не тяжелый что там 210 килограмм вот нейтралку найти раз и все после дукати все время радуюсь когда можно нейтралку найти легко никаких вопросов панель конечно самая базовая такая флайскрин такой но он конечно ни от чего не защищает сборка в смысле качество отделки такое среднее ничего такого сногсшибательного нет но и ничего неплохо ничего плохого тоже нет совершенно не знаю этих мест поэтому еду на обум куда глаза глядят да сцепление мне очень нравится можно немножко отодвинуться назад пригнуться то есть присидение позволяет вибрации ноль и на зеркалах в общем вибрации так я не вижу мне они просто не очень нравится не знаю почему может быть просто я их никак не могу под себя отрегулировать давайте посмотрим тормоза у него тормоза неплохие нельзя сказать что прямо супер супер но ничего плохого не могу сказать нормальные базовые достаточные тормоза задние 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 тоже ничего можно жить отрегулировать не нет не ни 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 Довольно легко управляется мотоцикл, даже не скажу, что 210 килограмм, управляется он легче, чем мой Дукати. Мне нравится, в принципе. Для кого этот мотоцикл подойдет? Для кого угодно подойдет, честно говоря. Вы можете на нем ездить по городу, вы можете ездить на работу, вы можете по маршруту выходного дня куда-то отправиться. Он достаточно простой, недостаточно, он простой. У него прекрасный двигатель, надежный мотоцикл, он хорошо выглядит. И он сравнительно недорогой, хотя он, по-моему, подороже конкурентов у Хонды будет и Сузуки. Минусы, конечно, то, что нет режимов. Я бы предпочел, чтобы был режим спортивный, режим дорожный, режим, может быть, для дождя. Но можно пережить, конечно. Я бы хотел, чтобы был тракшн-контрол. Вот такие бы у меня были пожарные. Но тогда бы он был подороже. Да, сиденье жестковато. Далеко, я боюсь, ребята, вы на нем не уедете. Придется останавливаться и отдыхать. Какой гибкий двигатель. Четвертая скорость. Ну, правда, под горку, конечно. Куда-то я заехал. Со второй дверью. Со второй. Трогается прекрасно. Да, по городу очень даже хорошо на нем ездить. Мне нравится. Как теперь только выехать из этого. Точнее говоря, как вернуться. КОНЕЦ. Вот так. Продолжение следует... Пожалуйста, нужно развернуться где-то. Радиус разворота нормальный, никаких вопросов. Это тоже для города хорошо, чтобы в узких пространствах разворачиваться. Тормоза нормальные, нет вопросов. Нейтралка, ну что, надо искать. Надо искать дорогу назад. Сейчас посмотрим, что у нас с первой скоростью. Где-то до 25 миль, потом уже прямо невыносимо хочется переключить. А на второй уже ничего. Продолжение следует... Хороший двигатель, без рывков, без всяких неожиданностей. Ровная тяга на всех оборотах. Всё предсказуемо. Это мне, в принципе, нравится. Даже не в принципе, а нравится. Это мне, конечно. а а и снова здравствуйте я записываю этот ролик на следующий день после моего тест райда на колосаки потому что по приезду домой я обнаружил что последний ролик который я записал с моими впечатлениями по какой-то причине не записался по очень простой причине я просто не нажал кнопку как следует так что приношу свои извинения в последнем ролике я делал немножко развороты на узких дорогах и катался за городом но тем не менее я решил записать этот ролик отдельно чтобы завершить так сказать обзор колосаки за 900 в общем и целом мотоцикл мне понравился но но надо сказать этого недостаточно потому что мне в общем нравится все мотоциклы трудно найти мотоцикл который бы мне не понравился честно говоря вот поэтому проще наверно сказать что в этом мотоцикле хорошо и что с моей точки зрения не очень первое что хорошо и что мне очень понравилось это двигатель прекрасный гибкий двигатель не требует постоянного переключения передач в городе если надо кого-то обогнать прибавить то вся мощность так сказать под рукой двигатель мне очень сильно понравился второе управляемость мотоцикла он весит 210 килограмм но когда едешь на нем этого сказать нельзя он кажется как будто он легче он очень хорошо управляется опять таки в городе это очень важно плюс его радиус разворота очень маленький возможно самый лучший радиус разворота который пока я видел на каких-то мотоциклах но может быть я уже забыл то что было раньше ну мне очень понравилось я конечно подсознательно сравниваю с тем что у меня есть сейчас и я вам говорю с Ducati никакого сравнения на Ducati разворачиваться гораздо тяжелее вот что мне понравилось теперь что мне не понравилось мне не понравилось подвеска она жестковата сиденье тоже жесткое но сиденье можно поменять это не трудно какое-нибудь гельевое сиденье взять подвеску может быть тоже можно отрегулировать я пока честно говоря не знаю то есть я знаю что вилка и задний шок они регулируемые но я ведь не ездил на других настройках что вижу о том пою мне не понравилась панель управления она очень простецкая ну понятно что колосаки хотели снизить стоимость без сомнения но тем не менее я конечно хотел бы чтобы был тракшн контрол это вопрос спорный скажем так и многие люди скажут что он нафиг не нужен надо просто чтобы был двигатель и рама все остальное не обязательно но это мое личное мнение что касается меня я бы хотел чтобы у тракшн контрол я не говорю ничего про режимы потому что добавлять режимы к этому мотоциклу значит его и сильно удорожить а так он конечно дешевле чем трамп стрит трипл или дукати монстр соответственно он будет продаваться то есть он не совсем конкурент этим двум мотоциклам он классом пониже будет из-за того что электроники в общем там никакой нет а так да хороший мотоцикл я бы сделал тэйл таги я бы поменял глушитель потому что двигатель прекрасный но глушитель надо чтобы немножко поинтереснее конечно был и это прекрасный мотоцикл он подойдет вам если вы хотите подобный мотоцикл naked и не хотите слишком много платить за него то это хороший вариант прекрасный японский надежный мотоцикл отличный двигатель легкий в управлении что еще нужно чтобы спокойно встретить старость вот такое мое мнение об этом мотоцикле а теперь я прощаюсь с вами спасибо за просмотр удачи и 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»